Итак, дамы и господа, сейчас хочу вам рассказать про планшет Ascal Pad 18, как вы видите в описании с AIDA, у которого экранчик у нас 1920х1200 и размер 1093. На самом деле я могу сказать, что это несколько видоизмененный, внимание, напоминаю, он называется Pad 18 от Ascal, да? Так вот, несколько измененный, это у нас Blackview 16, смотрите. Так, как у нас тут выйти? Система Blackview Tab 16, при этом экран 2000х1200, то есть чуть-чуть добавили в длину, аппарат реально чуть-чуть длиннее, буквально там на 4-3 мм. При этом экран уже четко 11 дюймов, здесь у нас 10 с чем-то, сейчас верну обратное отображение, 1093. То есть ребята сделали чуть-чуть даунгрейд, но на процессоре другом абсолютно. Сейчас ЦП у нас здесь и здесь. То есть у нас был 600, хотя нет, процессор даже не другой, а что это я? Процессор абсолютно тоже, чуть не наврал. Обратите внимание, да, но при этом этот аппарат маркируется как Ascal, соответственно он будет дешевле в продаже. Напоминаю, Ascal это суббренд, который рожден ради того, чтобы пустить устройство от этой компании в массы, то есть этот аппарат будет дешевле. Давайте посмотрим, что у него с датчиками. Сравним с... Где у нас датчики? Вот. Ну, пока я вижу все то же самое. Ага, нет, какого-то нету. Акселерометр, что ли? Нет, акселерометр есть. Светосенсор есть. Приближение. Ага. Датчик приближения, что ли, нет? Ну, вот как-то так. То есть здесь наоборот даже добавили датчик приближения, как в смартфоне. Только не знаю зачем. Точнее, не как-то добавили. Он был. А здесь его наоборот изъяли, потому что непонятно зачем он. Короче, блэк я убираю. А теперь ради прикола, чтобы вас вообще запутать, да? Это 18-й. Сейчас возвращаемся обратно. Под 18. Это 16-й. Но по начинке практически полный клон. А вот 18-й от Blackview. У него экран уже 12 дюймов. Ну, это так. Лирическое отступление. Его даже и включать не буду. Короче, возвращаемся к данному аппарату. И сейчас мы будем его изучать. Во-первых, про процессор мы уже сказали. Процессор у нас здесь Unisoc. Если быть точным, 616-й с частотами до 1950. Или 950. А и не важно. 12 нанометров техпроцесс. Это неплохо, но и нехорошо. Сейчас уже техпроцессы OMTK дошли до 6. То есть, соответственно, Unisoc'и еще пока далековато до них ползут. Но этот процессор не особо-то и хуже. Раз. Этот процессор намного дешевле. Два. Его делают китайцы чисто сами вообще без участия каких-либо других стран. Поэтому он точно никогда никуда от них не пропадет. И на Unisoc'ах они могут делать их вечно. Температура батарейки при использовании до 30-35. Выше я не видел. Сейчас он простой, поэтому холодненький. Камера 13 спереди и 13 сзади. Но я могу сказать одно, что передняя для 13 слабовато. Слышь, уйди. Сейчас я вам это покажу. Она допиливается только с помощью ArcSoft. То есть, если я буду играть со светом, на короткое время будет видно вокруг меня признаки цифровой обработки. Сейчас попробую сделать, чтобы вы это лучше видели. Сейчас на лицо. И буду играть со светом. То есть, если бы не ArcSoft, камера снимала бы совсем погано. И как они ее дотянули до 13 мегапикселей? Ну, видимо, спасибо ArcSoft и его наворотам. Если же перевернуть на основную камеру, то вот тут уже проблем нет. Она уже снимает хорошо для 13 мегапикселей. Но, опять же, с поправочкой, что это планшет тоненький. И большого места для хорошей оптики у него явно не нашлось. Но снимает при этом видео в Full HD. Основная камера в Full HD больше, к сожалению, нет. Но в Full HD есть. Если же мы перевернемся на фронталку, то мы снимаем максимум HD. Что и ожидаем. Хотя заявлено, что обе камеры 13 мегапикселей. Но вот как-то не вяжется у меня это дело. Ладно, вылезаем. Далее. По экрану. Экран сделали очень сочный, яркий, красочный. Это вся последняя продукция компании Blackview начала быть более яркой. Они, видимо, либо открыли кладезь где-то с хорошими экранами, или научились тюнинговать те экраны, что есть. Но суть в том, что теперь краски яркие, цвета четкие, четкость экрана обалденная. Но это, правда, больше от разрешения зависит. Контраст тоже на уровне. Короче, мне вот чем новее планшеты от компании Blackview, ну и суббренда Ascal, тем больше нравятся как бы сами экраны. И компания анонсирует, что скоро у них будут экраны уже с яркостью 600 нит. Это уже будет круто. Сколько здесь я, по-моему, показывал на распаковке, но у меня несложно включить опять гаджет. И поиграемся. И посмотрим, до чего он будет доводить. Так, дай-ка нам настроечки. Вот. 299, 297. Если же перейдем где-то тут на яркий белый экран, то мы поднимались выше. Только вот сколько, я, честно говоря, уже не помню. Ну, там до 400 всяко, потому что 400 и 500 – это у нас уже пошли навороченные аппараты именно в форме смартфонов. Это у нас все-таки бюджетки 312. Кстати, зато у нас здесь есть возможности снимать экран и запускать камеру тремя пальцами, как многие хотели. У нас есть включение-выключение аппарата по расписанию. Так, что у нас еще есть? Есть чаты или разговоры, которые, кстати, в России большинство операторов не поддерживаются. Отпечатка пальцев, к сожалению, у сканера, то бишь, нету. Микрофон у нас всего один. Это я сейчас вспомню только, где он. Вот, снизу слева. То есть, когда вы держите вот так, вы явно перекроете микрофон, разговаривать вы не сможете. Кстати, голосовые вызовы поддерживаются с легкостью. Можно по нему звонить через громкую связь, можно подключить гарнитуру. Разговорного динамика как такового тут на 10 дюймах, ой, на 11 не разместить, поэтому его и не делали. Динамики у нас по бокам. Два справа, два слева. То есть, это как бы квадро, но в то же время это просто стерео. То есть, два запараллеленные справа, два запараллеленные слева. По частотам ниже 300 я бы сказал, что динамики не спускаются вообще, но производитель уверяет, что звук яркий и низы присутствуют. Поэтому, если для кого-то низы это 300, ну да, для вас низы есть. А так, звук хороший. Киношки смотреть классно. Музыка тоже, в принципе, приемлема. Орет, я бы сказал, громко. Сейчас покажу. Я думаю, достаточно. Короче, 100 дБ он всяко перейдет. Ну, а большего тоненького планшета, в принципе, ждать и незачем. То есть, там 100, 110, это все максимум. 110 будет только на высокочастотных, пищащих нотках. Игротест планшета уже на канале. Он меня удивил тем, что он потянул многие игры, не глядя на то, что у него разрешение большое, процессор не самый топовый. Играть было легко, удобно и приятно. Сенсор у нас до 10 касаний. Но, напоминаю, если вы включите скриншот или камеру тремя пальцами, у вас будет глючить в районе 3, 4 и 5 касаний. Поэтому, если вы хотите играть, эти функции включать не рекомендую. Почему? Не знаю. Такое давным-давно на МТК уже много лет. И чаще всего оно всплывает даже не у всех. То есть, у кого-то всплывет, у кого-то нет. По софту производитель сюда установил игровой режим, чтобы в режиме игр у вас планшет уходил в такую кому, что кроме игр его бы ничего не отвлекало, не настраивало ни на какие рабочие лады. И он максимум своего потенциала выразил в играх, чтобы вам было играть удобно. Есть морозилочка. Здесь мы замораживаем программы, какие вам временно стали, допустим, не нужны. После этого она появляется в списке программы, которую вы здесь выбрали. А здесь она пропадает. В накопителе она память как занимала, так и занимает. Из оперативки она выгрузилась. Как только вы хотите ее обратно, нажимаете на программу «Разморозить». Она сразу опять занимает под себя место в накопителе. Больше, поскольку разворачивается, чем до этого было. Занимает место в оперативочке. Если вы ее хоть иногда запустили, то она будет постоянно пытаться туда залезть. И, соответственно, она восстанавливается полностью со всеми настройками. Ну, как будто бы ее не удаляли. Вот бонус программы «Морозилка». Также от производителя установлен помощник по перемещению. К сожалению, пользоваться не рекомендую, потому что если у вас до того был аппарат другой фирмы с другими настройками, с другой версией Android, хоть с чем-то другим, вы настройки того аппарата перетащите в этот. И если здесь нет таких настройок, которые были там, то либо они будут как фантомы, то есть как бы их нет, но они есть, или вообще это все дело приведет к глюкам и невозможности пользоваться устройством с радостью. То есть начинаются какие-то проблемы, люди идут на форумы, и всем мозги парят. А на самом деле просто настрой с нуля, без переноса настроек, и все будет хорошо. Также и нельзя восстанавливать из облака Гугла, потому что это приводит абсолютно к тому же. Но эта программа полезна тем, кто хочет перенести свои данные с аппарата на аппарат вдали, без интернета, просто со смартфона на смартфон. Эта программа может даже программы перекидывать без интернета. Также есть поиск устройства. Тоже гугловская примочка, обязательная, как я понял, в новых устройствах. Так, что у нас еще полезного? Рустор изначально установлен, это тоже приятно. Гугл ТВ, наоборот, меня бесит. Программа управления. Это менеджер управления самим планшетом. Позволяет настраивать работу приложений в фоне. Если зайти сюда, вот она, автоочистка памяти. При погасшем экране также ассоциация запуска и управление самостоятельным запуском. По названию, в принципе, понятно. То есть те программы, которые вам нужны, чтобы работали всегда, и получали уведомления, даже когда экран выключен, и после перезагрузки тоже начинали работать во всех трех пунктах, рекомендую пометить галочкой. То есть включить для них исключение. Чтобы это все хорошо работало, надо не забывать, но чтобы энергии мало при этом кушалось, включать пунктик. Очистить память после блокировки экрана. Это должно быть включено. Иначе у вас все программы будут всегда висеть в оперативе, и аккумулятор будет на удивление быстро поедаться. А люди думают, почему он так быстро съедается. Очистка пространства. Ну, спорно. Потому что если программа посчитает, что какой-то файл вам не нужен, а он вам был нужен, она его с легкостью удалит, и пиши пропало. Ускорение в играх. Это тот же самый игровой режим. Еще один выход в него. По настройкам самой шторочки. Шторочка у нас на несколько экранов прокручивается и редактируется, нажав на карандашик. Программы, устанавливаемые вами, тоже часто имеют свои виджеты для шторки. Они изначально могут быть не видны, потом пальцем переносите с нижнего списка невидимых в список видимых сверху, и у вас все будет работать. Соответственно, шторка снабжается большим количеством верлоков, и в ней появляется большее количество экранов, которые надо будет так прокручивать. Тикс. Если же мы залезем в настройки, мы убедимся, во-первых, что это у нас доки ОС версия 3.0. Сейчас. Где-то тут было. Вот. Доки ОС 3.0. Во-вторых, что у нас здесь есть расширение оперативной памяти. Максималочка 8, а так от 2 до 8 на ваш выбор, или можно отключить, потому что это память выгрызаемая из накопителя, который здесь 256 гигабайт, кстати. Здесь же есть режим ПК, когда у вас компьютер будет напоминать уже именно полноценную винду, то бишь ваш планшетный компьютер станет похож на планшет Windows. Ну, какая версия, там, не знаю, сам выбирайте. Это все равно только имитация. А ПКшники воспроизводимся, а экзешники не работают. Можно поставить автоматический переход в режим компьютера, ну, в режим ПК, при подключении клавиатуры. Автоматический выход из режима компьютера, когда отключается клавиатура. И настроить скорость указателя при работе в режиме ПК. Отдельно от самой системы, ну, которая без режима ПК. Так. В спецвозможностях есть TalkBack, спецвозможности, шторка дополнительная здесь с ярлычками программ. Если мы заходим в хранилище, он нам показывает, под что занята память. Может отображать полностью, может поэтапно. Менеджер батареи показывает также и расход, чего раньше не было. Вот он у меня лежал выключенный несколько дней, поэтому у меня вот разрыв почти 4 дня. И далее он продолжает с этого же места. То есть теперь, наконец-то, это все работает хорошо. Безопасность экстренной случаи предполагает, что вы сюда внесете свои данные. Если вы где-то попадете в беду и у вас при себе планшет, люди, нашедшие вас, смогут по планшету узнать ваши данные, куда обращаться, кому обращаться. И в то же время у вас появляется возможность вызова SOS. Ну, про это сами в инструкции найдете, как запустить режим SOS. Местоположение существует и по спутникам, и так называемой AGPS, то есть с использованием еще и сетей, с подгрузкой данных по сетям. Напоминаю тем, кто забыл холодный старт без интернета. Если вы никогда еще на планшете не включали никакой вид GPS, это, извините, до 15 минут. И не надо паниковать, орать и так далее. Если вы аппарат хотя бы в течение недели, ну, то есть ранее на неделю и менее включали в режим GPS, он у вас уже соединялся со спутниками, то подключение будет 1-3 минуты без интернета. Если вы это делали в течение 1-2 дней, подключение будет в секундах. Не нужно это забывать, потому что мы движемся, спутники движутся и так далее. При заходе в конфиденциальность мы еще раз видим, что никаких сканеров отпечатков пальцев не завезли. То, что планшет даже в режиме безопасности не хочет махом назад возвращаться, поскольку он специально рисует стрелочку назад, чтобы случайно не ходили. Тут же настраивается, что показывать в режиме заблокированного экрана, когда у вас появляется виджет с часиками. И настройки разрешений всех программ в виде графика. Ну и отсюда же можно перейти в их настройку. FaceControl и разблокировка по паролю, пин-коду или графическому ключу у нас в наличии. Соответственно, все настроено. Smart-управление содержит в себе пункт активации экрана подъемом планшета. То есть вы маханули, у вас сразу экран зажегся. Мне это не надо, я поэтому выключил. В приложениях у нас настраивается спецдоступ. То есть все виды каких-либо разрешений программ вынесены в данное менюшку. Это дальше мне уже не очень интересно. Но если кто не смотрел, могу добавить, что здесь же настраивается управление уведомлениями разных программ. Историю уведомлений можно просмотреть. Просмотреть чаты и всякую такую лабуду, связанную с программами и с тем, как они живут на вашем планшете. Перейдя в звуки и вибрации, мы видим отдельные включения-выключения мелодии на разные симки, на разные виды уведомлений, оповещений, на будильник и так далее. В обоих и персонализациях мы видим, что у нас уже есть две темы. При обновлении, если захотят, производители могут добавить еще. Видим штатный набор обоев, не очень-то и много, но можно сделать так же, чтобы с обоями и значки менялись, если ползуночком поиграться. Так, мы видим персонализацию со стилем иконок. У нас есть два пакета иконок и, соответственно, больше, только если грузит производитель или если вы поменяете лаунчер на тот, который тоже имеет собственные встроенные темы, значки и тому подобное. Размер шрифта имеет три варианта. Так, опять, что же такое? Кто же так запрограммировал-то? Масштаб изображения на экране тоже три варианта. Не путайте, это разные пункты. В работе, когда потом начнете тыкать, поймете, там глобально все отличается и сильно меняется. Темная тема имеет три вариации. Сильное, среднее и слабенькое затемнение. Так, выключаем. Но поскольку экран у нас не AMOLED, то я не вижу смысла, честно говоря, в темной теме. Ну ладно. Режим защиты зрения по времени, по расписанию или на весь день. То есть экран станет такой желтоватенький, немножечко более приятным глазам, потому что удаляется синий, ну и так называемая сертификация по ту и что-то там. Короче, аппарат становится безопасен для вашего зрения по мнению какой-то организации, контролирующей создателей экранов. Так, у нас наличие возможности трансляции, печати на беспроводные принтеры, точки доступа Wi-Fi создавать мы можем, VPN уже изначально в настройке внесен, осталось только настроить на какой из серверов он будет обращаться. Есть режим полета с выключением всех беспроводных модулей разом, есть USB модем, если подключаете по проводу к источнику интернета. Есть Bluetooth модем, соответственно, то же самое через Bluetooth. Кстати, стоп, не источнику, а к потребителю. То есть мы передаем интернет раз модем, это я перепутал. Хотя источник он тоже может брать, у меня есть специальный модуль, который включается сюда в порт Type-C. Кстати, у нас порт для зарядки именно Type-C. И подключаем уже к модулю LAN, и интернет уже подается именно на планшет, не через симку, не через Wi-Fi. Вот он, кстати, даже обозначен. Слышь, я не тебе. Вот, обозначен. Также настройки частного DNS сервера есть, ни разу в жизни не пользовался. И подключение к Chromebook тоже настраивается. Извините, Chromebook нет, проверить не могу. Обмен с окружением, это классика, есть во всех Android. В сим-картах, если бы они были, мы могли бы настраивать и цвета, и набор номера по умолчанию, интернет по умолчанию, и смски по умолчанию. Android Auto для автолюбителей. У меня это не работает, потому что мне это не надо, но пока не отключил, чтобы вам показать. Далее, настройки Bluetooth, включать, выключать, как себя видеть, переименовать устройство, и настройки Wi-Fi. То же самое. Можно создать собственную сетку, можно подключиться к невидимой сетке, можно подключиться к той сетке, которую видите, если они запаролены, соответственно, вводя пароль, если они запаролены, не вводя. И подтверждение, что у нас здесь поддерживается Wi-Fi 5 ГГц, у меня подключено к сергунке 5. 5 в названии обозначает именно 5 ГГц. Есть автоматическое переключение между проводным и беспроводным интернетами. Включать Wi-Fi автоматически, попадая в зону действия сети. Но это тогда он постоянно будет кушать энергию на то, чтобы искать Wi-Fi. Также сообщать о наличии общезаступных сетей это то же самое. То есть тоже будет постоянно включен Wi-Fi. Мак-адрес меняется, если нужно, при подключении. Но, в общем, по настройкам мы пробежались. С настройками у нас все. Обращу внимание, что датчик поворота у нас есть, не глядя на то, что гироскопа у нас нет. И поэтому аппаратик очень даже хорошо подходит как медиа-устройство. На нем с легкостью можно просматривать фильмы. 4 динамика дают хорошую стереобазу. С тому, что динамики как бы широкополосные, хоть и начинаются где-то от 300 примерно, это так на слух может быть чуть и не угадал. То есть смотреть именно киношки, телевизоры очень даже можно. Но вы не добьетесь того звука, который изначально есть в хороших наушниках. То есть для меломанов понимаю, что нужно будет либо хорошие колонки, либо наушники. Но поверьте, киношки и сериальчик посмотреть можно и на таких наушниках. Очень даже круто. 11 дюймов это более чем 10, поэтому многим этот планшет понравится больше, чем стандартные вовсю везде продающиеся десяточки. Также добавлю, что у нас сверху прям в бампере прорези для нормального нажатия на кнопки питания и громкости. С левой стороны у нас, напоминаю еще раз, только два динамика и все. С правой стороны у нас два динамика и порт Type-C. Снизу у нас микрофон, а где-то еще спрятался у нас, кстати. А, нифига. Справа еще и лоток под сим-карты и карту памяти. Лоток самый обыкновенный, но чтобы не быть голословным, я его сейчас вытащу и вам покажу. Вынимается нажатием специальной скрепочкой и вот две позиции. Это либо карта памяти и сим-карта вместе, либо две сим-карты, но без карты памяти. Напоминаю еще раз, Type-C это многофункциональный порт, в него можно втыкать и наушники, если очень надо. Также в него можно подключать и устройства, как я говорил, для интернета, мышки, клавиатуры, флешки, жесткие диски и всякую такую лабуду. В аппарат встроен датчик хола, то есть, когда мы закрываем экран, магнит, установленный в чехле, который идет в комплекте, сразу же прикладывается к датчику хола и экран гасится. Сейчас попробуем показать. Оп! Видно по уголочку, что он погас. Как только отодвигаем, экран опять зажигается. То есть экономия энергии в принципе помогает жить аппарату дольше. Бампер, как в последнее время у всех аппаратов Blackview, с усиленными углами, чтобы в случае падения у него хоть какой-то шанс был выжить. Стекло, именно стекло, никаких прогибаний пластиковых не наблюдается, но поэтому его разбить, честно говоря, проще. Поэтому просим, как говорится, носить аккуратно. У чехла есть режим подставки за счет встроенных магнитов. Опять же, вот он приклеивается. Раз, потом вы его складываете и можно использовать вот в таком режиме, а можно вот в таком. То есть два варианта подставки у нас уже в комплекте со встроенным чехольчиком. Короче, на мой взгляд, аппарат очень хороший, но за исключением того, что у нас это не MTK и в случае, если вы захотите поиграться, такой процессор при прошивке гробится проще, если вы случайно что-то вшили не то. MTK, если даже вы зашили абсолютно неподходящую прошивку, потом можно прошить на правильно. Там существует много уловок. А можно ли это делать с Unisoc'ами, я, честно говоря, не знаю. Тем более, Tagger 616 не такой уж и старенький. Относительно новый, значит, не факт, что вообще на него какие-то хитрости существуют. А так, сайт 4ПДА, там множество тем про данные аппараты. Если у вас что-то поплохело, пишем продавцу, а если вы хотите что-то нахимичить, идем на 4ПДА. Всем спасибо, всем пока. Я думаю, достаточно рассказал. Аппарат заслуживает внимания. Всем чао. Ссылки в описании и информация дополнительная там же. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok